В Ульяновской области построили первый в России завод по производству ветрогенераторов. Сегодня впервые запустили уникальное оборудование – молды для изготовления лопастей. На технический дебют приехали гости из Дании. Вице-президент компании Веста Стоми Нильсон и датский посол Карстен Сендергорд решили поучаствовать в знаковом событии. Господин Нильсон признался, что имеет серьезные намерения по отношению к России и планирует строить лучшие производства. И для нас очень важно построить такое производство, которое будет конкурентно способным, потому что источник энергии, как ветер, он действительно конкурентно способен сам по себе. Карстен Сендергорд уже знает, как сделать деловое партнерство еще продуктивнее. Посол Дании уверен в перспективе развития ветроэнергетики и считает, что пора уже привлекать поставщиков и создавать кластеры. Мы видим большой потенциал ветровой энергии. Я хотела бы немножко продолжить мысль, которая была высказана до меня. Мы рассматриваем сотрудничество, в частности, с Ульяновской области в свете кластеров. То есть мы хотели бы как посольство привлечь сюда гораздо большее количество поставщиков, потому что фабрика, тот завод, который основан открытым эстасом, это только первый шаг. Первый шаг к строительству ветряной империи состоялся. Минута ожидания фанфары, нажатия кнопки старта и огромный современный молд для изготовления лопастей впервые заработал на публике. После события, вошедшего в историю Ульянской из промышленности, губернатор Сергей Морозов поблагодарил партнеров за плодотворное и перспективное сотрудничество. Датская компания Вестас инвестировала 1 миллиард рублей в региональную экономику. На предприятии предусмотрено 200 рабочих мест с достойной зарплатой. Осталось завершить пару штрихов в подготовке помещений. Уже в 2019 году в Ульянской области во всю мощь заработает первый в России гигант ветроэнергетики. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.